Мужская туалетная вода Urban Legend является парной к одноименной женской парфюмерной воде. Обе композиции были разработаны для компании Faberlic и знаменитым парфюмером Антуаном Ли, который в течение долгих лет создавал композиции для скандально известной компании Свободная Оранжевая Республика. Это Libre d'Orange. Ароматы широко известны как Великолепные выделения, Ничто и Девы и Ториадоры. Также Антуан Ли известен как создатель Черного кристалла Версачи. Но в отличие от женской парфюмерной воды городская легенда Urban Legend, мужская туалетная вода на меня не произвела сильного впечатления. Это достаточно типичный фужер. Верхние ноты композиции – бергамот, лимон, имбирь и зеленые ноты. И действительно старт достаточно бодрый, яркий. Хорошо слышны кислые, резкие, бодрящие, освежающие цитрусовые ноты лимон и бергамот. Хорошо слышна зелень. Здесь достаточно много зелени. Это такой фужер хороший в классическом понимании, насыщенный зелеными нотами. И тоже очень хорошо ощущается острый имбирь на старте, который также придает пикантности композиции. Но в течение буквально минуты-другой, может быть даже меньше, смотря на чьи кожи будет как раскрываться композиция. То есть не сказать, что совсем молниеносно, но достаточно быстро аромат переходит уже к своему сердцу. Острые, свежие, зеленые ноты, они смягчаются, они становятся чуть слаще и плавно перетекают в ноту яблока, которая ближе к зеленому яблоку, такому достаточно кислому, но с большой долей зеленых нюансов в своем аромате. Это уже сердце композиции. Также в сердце композиции лаванда и корица. Лаванда здесь присутствует, но я так скажу, что здесь, наверное, зависит от того, на чьей кожа как будет раскрываться. Потому что на мне вообще лаванда очень плохо раскрывается, и мне ее здесь не очень много. Да, я ощущаю лавандовые ноты, но я люблю более выраженный лавандовый запах. Здесь все-таки больше зелень с узнаваемыми оттенками лаванды и много зеленого травянистого яблока. Очень много здесь травянистых нот. Что касается корицы, то она тоже присутствует, но она все-таки больше ощутима, по моим впечатлениям, ближе к базе. Потому что база, она становится слаще, и там уже корица себя больше проявляет. Хотя в сердце композиции, конечно, такая легкая-легкая пряность присутствует. После того, как происходит переход от свежих цитрусовых нот и такого острого яркого старта к достаточно спокойному сердцу аромата с зеленым яблоком, с лавандой, где-то через пару часов, может быть даже меньше, опять же, на чьей кожа как будет раскрываться, композиция превращается в самый типичный фужер, водянистый, зеленый, абстрактный. То есть какие-то уже такие яркие ноты в нем не ощущаются. Есть зеленые ноты и есть водянистость. Вот такая вот влажная зеленая композиция. Да, какие-то оттенки лаванды можно угадать, корицы, но, как по мне, то раскрытие не особо выразительное. Вот что такое водянисто-зеленое? Не особо с выраженным характером. И где-то еще спустя 2-2,5 часа после нанесения на моей коже, например, аромат уже переходит в базу, то есть он становится слаще, потому что в базе у нас кедр, мускус. Кедр добавляет такую древесную мягкую сладость аромату. Корица больше вся проявляет, опять же, ближе к базе, вот на моей коже, например. Мускус мягкий, пушистый, придает пудровости, смягчает тоже базу. И также в базе зеленая нота кожи. Но вот по поводу ноты кожи здесь данные противоречивые. Я пробовала композицию тестировать на холодных участках кожи и на более теплых. На холодных участках моей кожи кожаная нота проявляется ярче. Я слышу ее уже и в сердце композиции, такую характерную кожаную горчинку. И к базе тоже, несмотря на то, что база такая древесно-сладковато-пушистая, но там есть горчинка кожаная, и это украшает композицию, придает ей какую-то вот изюминку. На горячих участках кожи у меня, например, больше раскрываются фруктовые и водянистые ноты, зеленые ноты. И кожу я практически не ощущаю, но на горячих участках кожи аромат более шлейфовый и он более стойкий. Вообще на холодных участках кожи композиция продержалась где-то часа 4 максимум, а вот на горячих участках до 9 часов, да, даже дольше раскрывался аромат. И звучал он громче, и шлейф был более выраженный, чем на холодных участках. На холодных участках кожи композиция достаточно спокойная, тихая, как, в принципе, и задумывалась компания Faberlic, потому что Urban Legend – это линейка ароматов, точнее, парный аромат мужской и женский, предназначенный именно для городской жизни, для того, чтобы в толпе, в городской суматохе никого не обременять своими громкими ароматами, чтобы на работе звучали композиции строго, официально, красиво, но никого, опять же, чтобы не смущали, не раздражали, и чтобы соответствовали самому строгому дресс-коду, такие вот деликатные композиции.